Ты руки у меня оббери, пожалуйста. Какую улицу ты говоришь? Какого Гоши, ребят? Руки, руки у меня оббери. Ребят, милицию вызывайте, милицию вызывайте. Какой пенад? Что ты творишь-то, б***ь? Ну, сволочь-то, б***ь, барыга, б***ь. У нас на канале Евг продавцов всяких подделок и прочих спекулянтов называют барыгами. И вот мне скинули вот такое вот занятное объявление. Часы Тимати Ролекс. Цена 65 тысяч. Да еще и в нашем городе. Причем ни одной фотки самих часов здесь так и не было. И мы просто не могли пройти мимо этого объявления и договорились с барыгой о встрече. Как ни странно, но барыга нам по телефону рассказал ту же самую историю, что и была написана в описании к объявлению. Мол, Тимати подарил широкого барского плеча, точнее с руки снял их, отдал вот так официанту. Договорились встретиться в торговом центре. Я снимал сверху, а еврей пошел к барыге навстречу. Да, здравствуйте, здравствуйте. Вот по поводу часов вот я пришел посмотреть. Расскажите мне вот еще раз историю. Как это получилось, как вы мне докажете, что это, ну, точно, часы Тимати, что вы меня не обманываете? Я же вам писал, вы читали, наверное. Как, 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 как шкатулыш получается. Вот они, да? Ролекс. Это оказались часы Ролекс, и они были уже в коробочке. Странно, да? То есть, получается, Тимати и коробочку от часов с собой носил. Я поискал что-то отдаленное похожее. Мужские часы, золотистые, от 50 до 70 тысяч. И мне кажется, они вообще не стоят своих денег. Вот этот экземпляр прикольный. У него задняя крышка прозрачная. А про остальные я ничего хорошего сказать не могу. Я их сравнил на их каталоге и понял, что часы ценой в 50 тысяч, ну, вообще ничем не примечательно. На рынке у дяди Анзура можно купить часы из нержавейки, только цена будет явно ниже. Не самая лучшая покупка, лучше G-Shocky взять, выбрав правильно магазин, без лишней наценки. Спросом сейчас пользуются Casio G-Shocky. Рейтинг брендов это очень хорошо показывает. В среднем нормальные G-Shocky стоят около 6 тысяч рублей, за которые ты покупаешь огромные буквы на часах, которые постоянно тебе напоминают, что ты модник и повелся на бренд. Вот прям как еврей повелся на слова барыги, который утверждал, что общается лично с Тимати в Инстаграме. Но смотрите, как он будет отмазываться. Покажи переписку, как-то вот, ну, не знаю, какая-то свежая. Телефон не мой просто. Ну? Хочу, чтобы ты мне когда-то доказал, что это, то есть Тимати, правда, там общался как-то в Инстаграме, в Директе. Ну, это я сейчас не могу доказать, у меня телефон на сервисе. А это как бы твой телефон временный? Это временный телефон, а не мой. Так. Так, так, так. Вы как бы хотели сегодня, поэтому... Хотел, да, хотел, сначала посмотреть хотел. Ну, после покупки вы можете уже там, там, показать, сервисом каким-то проверять. Я честно, я не проверял. А, ладно, а какая вот, вообще, ты вот эту сумму, сейчас 5 тысяч, ты сам взял, как бы придумал, да, сумму это или как? Нет, просто эта сумма мне нужна. Даже вот, я даже не знаю, но такое ощущение, что они, как бы, такие, они, по-моему, того не стоят, наверное, сейчас 5 тысяч. Я вот вижу внешне, что они, как бы, ну, простенькие такие часы на обычном ремешке. У тебя и то как-то лучше, как-то покрасивше, как-то покрасивше смотрятся у тебя. Внешне, в смысле, вот, как покрасивше смотрятся. Они максимум 5 тысяч. Часы Тимоти, ну, блин. Вот когда придет, можете у него спросить вот это. Ну, сколько, ну, я считаю, мое мнение, что они того не стоят. Сколько стоят? Ну, тысяч 5 они, может, стоят. Чего? Ну, просто, я не знаю, как бы, подарок Тимоти. Охренел, что ли? А? Охренел, что ли? Я охренел? Я сейчас покупаю у тебя часы за твою стоимость, покупаю. Потом, блин, ты будешь доволен, а на самом деле, может, вообще того не стоить. А я даже этого не знаю. Ты покажи деньги, которые у тебя есть, я тебе это как-то. Пойдет так? Фальшиво, не фальшиво, деньги у меня? Я не знаю. Ты тоже? То, что вот у тебя, ну, то, что у тебя есть деньги, вообще 65 тысяч. Есть. И так постепенно понемногу начала собираться целая толпа. Подошли друзья евреи, которые сидели там рядышком на скамеечке и беспаленно подглядывали. Нет, ну это не настоящий ролик. Там сняло, потому что идет... Настоящий? Нет. Не настоящий? Секло не минерал, нихуя. Да нет, пофига, ты такой, как бы барыга получается. Ты барыга получается. Ты получается, ну... Ты барыжничаешь. Ты же получается сейчас... Барыга, это когда продают, там не знаю, наркоги... Нет, это рыночные отношения. Рыночные отношения. Ты продавец, говоришь стоимость твою. Мы говорим, это дорого, потому что они похожи на оригинальные. Ты можешь подтвердить, что это... Подверди, пожалуйста, просто, что это... Вот мы у тебя прямо сейчас вот серьезно купим. вот вопрос вам и нахуй я должен вам подтверждать мы хотим мы хотим купить это в товар да нет я считаю что ты барыга ты считаешь что нищеброд вот если здесь два это человека такие да и подошел также друг нашего продавца часов конкретно таких я не видел я считаю что это обман я считаю что это обман прошли толпой что ли или как я не знаю его либо покупайте либо идете нахуй все мы нахуй идем нас наебывали сейчас стояли нахуй мы не пойдем донела ладно потому что ты нам не указывать куда идти ты вообще тупой или кто я могу нечто создать аккаунт я нарисовать там какой-то галочки там подписчиков понимаешь ты вообще тупой что ли или как или вот из-за твоего там шапочка у тебя голова не работают я связь пропадает реально и винил вот евгений да ты похожи на какого-то не формального пойдем отойдем они кого-то попова нас не узнали по моему узнали драция вебах на бери угрожают на он с товарищем пришел не один виздоболы блять вы же у нас узнал ты помыли ты переписка прокирующий прогулки начал говорить типа ягод его знаю или что такая короче вся хуйня ты же не ходишь ты еще не уходи жека здесь паша рядом в общем они отошли как они что-то секретничать пошли да всем подойдем стой здесь стой здесь стой здесь стой здесь же почему 45 минут слышишь он был один кого там у него вдруг страхует его ну а тебя сколько друзей страхует вот все это тихо помните у нас был ролик где еврей пинал под жопу мужика в торговом центре который пытался на впарить паленые гучи кроссовки так вот эти ребята оказывается знают этого мужика и пришли спросить с еврея по полной какого глуши огонял какие твачон вообще гучи я рассказывал по гучи это я вспомнил это он меня снимал какую улицу какую улицу такую улицу ты руки у меня бери пожалуйста какую улицу ты говоришь какую улицу ты мне говоришь какой ты мне угрожаешь какого гошу какого гоши ребят какой больше о чем речь идет такой гоша не ты не будешь мне угрожать нет охрану нет 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 так тихо ребята почему и додаться так его же агрессируйте до руки руки у меня бери руки убери от милицию вызывайте милицию вызывайте милицию вызывайте пожалуйста ребят угрожают нам какой пенал такой пенал что творишь то блять а ты чё творишь то придурок что ли блять ты чё творишь меня порвал блять ну пиздец блять чё дрожишь совсем а придурок блять ну сволочь то блять барыга ебаный блять придурки блять смотри чё творит блять какого-то гошу блять смотри чё один из них его друг ребят можно полицию вызывайте пожалуйста здесь дерутся на меня угрожают мне пожалуйста полицию вызывайте пожалуйста я прошу вас побыстрей что случилось у вас чё блять стоит пять мужиков блять на рук полиция один стою пошли на улицу два гоша блин не не ребята разыграли да оказывается это был розыгрыш о котором знал только я и данияр наш барыга совет а все остальные думали что это все реально сильно обосрался с этим мужичком всего дружку до знаете а ведь данияр не просто так играл роль барыги совет а он ведь сам и был совсем недавно а в июне начал заниматься продажа часов именно паленых часов ну я раньше не знал что это так называется и вообще не думал что меня могут так называть как-то я сидел в ютюбе и увидел там такую картинку то есть ролик ловим барыгу совет а и думал что такое что за барыга я узнал что я тоже вот занимаюсь именно этим он смотрел наши ролики вдохновился ими и просто решил продолжить свою торговлю дальше на авито но решил продолжить и честно я начал с того что говорил своим покупателям что это реально китайские вещи реально там или ну палена это не оригинал я и нет до этого и я не говорил что это оригинал ну она нет не договаривала как бы тебе сдавать вопрос это качество что говорил ну примерно как сегодня я приходил вот показывал я я не говорил что я продавец я говорю я как бы курер я не знаю что такое будете покупать нет тогда давайте начал говорить им правду что это вот оттуда-то там допустим стаганского или еще откуда-то начал искать хороших поставщиков я начал продавать и такие же вещи то есть у меня сейчас есть шоурум твой центре города на вайнера если вы в тот момент я больнее нет есть если бы в тот момент и если бы я не наткнулся на ваш канал на ваш канал да я бы наверное не стал бы тем кем сейчас являюсь владельцем своего бизнеса наверное я до сих пор бы продавал какие-то там китайские часы конечно на следующий день мы с ивреем решили сами лично сходить и своими глазами посмотреть на новый магазин поднявшегося барыги совита ну привет барыга совита вот он тот самый ну рассказывай чем ты занимаешься о такая это все твое да вот это вот это вот весь на шоурум это наши товары то есть ты продаешь куртки только такие хорошие сейчас сезон у нас шоурум сезонных товаров только пуховики а летом ты чё продаешь летом футболки там разные спортивные одежду ничего сколько тебе такой небольшой бизнес приносит пока я не считаю потому что мы еще в этапе технического открытия это будет считаться после официального открытия через месяц сколько вложил денег слушаю изначально я вложил сюда вообще копейки сколько ну может начал где-то вот у меня было в кармане где-то 5000 да ладно чё так мы слишком мало ну мало у меня просто был сель открытие оффлайн магазин и начал делать делайте договариваться насчет аренда а как на авито начал на авито я начал вообще с 800 рубля давайте сделаем розыгрыш то есть поставим 1 2 3 место первое место это будет ноутбук хороший новый второе место как раз вот часы разыграем с ролика да да но они не тимати все-таки да нет конечно нет ну ладно это было чтобы вас завлечь вас поймать так а чё будет еще третье место чтобы господин тимати не обиделся давайте разыграем сертификат на black star burger самый хороший самый дорогой до самый жесткий бургер да который который он выносят еще с фейерверками да да какие-то ништяки для наших именно для зрителей ты придумал есть что-нибудь да давайте я вам предложу одну крутую штуку у нас пуховики стоит 3 999 рублей плюс подарок а для ваших зрителей я сделаю скидку по программ промокоду евг тысячи рублей целых тысячи рублей неплохо промокоду жёсткая визитка то есть смотри просто чувак приходит говорит я себя хочу пухан я его да и все и с надо скидывается на тысячи рублей это почти 25 процентов то есть по сути ты за качество вообще отвечает да да конечно при покупке мы даем гарантию один сезон не накладно подарки то такие делать дорогие свитер рубашка и в магазинах по полторы по две тысячи слушай вообще вот если взять с точки зрения бизнеса если взять с точки зрения бизнеса либо ты продаешь дорого и долго либо ты брата продаешь дешево и быстро я вот выбрал второй вариант у меня быстрый оборот все зрителям нашим чё посоветуешь можно таким бизнесом заниматься практически ничего не вложив этого реально да вообще реально но это будет трудно но если найти человека который будет помогать обучать то принципе можно а ты можешь кому-то что-то подсказать если чё да если я увижу в человеке вот это вот страйс к бизнесу это что он готов пройти там какие-то трудности я бесплатно все помогу покажу просто кто-то может наш зритель прийти сказать я вот хочу это заняться тоже какой-нибудь продажи бизнеса да товар к это товар к называю товарным бизнесом да я без проблем помогу так вот в общем ребятки бывает когда ты сначала торгуешь на авито смотришь наш канал а потом уже поднимаешься и у тебя уже свой магазин есть и никогда не попадаетесь на уловки мошенников а не то мне стыдно будет за тебя как вот было стыдно сейчас за еврея может полицию вызови пожалуйста здесь дерутся на меня угрожает мне пожалуйста полицию вызывайте пожалуйста я прошу вас побыстрее